В эфире телеканал о первой карагандинской новости в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В гости к столичным жителям. 840 тонн различной сельскохозяйственной продукции представили карагандинские предприятия на ярмарке в Астане. Самый ожидаемый отечественный кинофильм «Дорога к матери» презентовали карагандинцам. В премьере приняли участие актеры, сыгравшие в фильме главные роли. Журналисты сменили микрофоны и блокноты на автоматы и гранатометы. На Спасском военном полигоне прошел трехдневный семинар для журналистов. Обо всем более подробно. 840 тонн различной сельскохозяйственной продукции. Именно столько в Астану привезли карагандинские предприятия. 8 октября в рамках Дней Карагандинской области в столице прошла сельскохозяйственная ярмарка. Праздничную торговлю вместе с Акимом области Нурмухамбетом Абдебековым посетил Аким Астаны. Осет Исекешев. На площади перед Конгресс-холлом астанчане скупают продукцию сельхозпроизводителей Карагандинской области. Цены здесь на 15-20% ниже рыночных. Горожане активно скупают картофель, лук, мясо, муку, сахар и колбасные изделия. К примеру, мясо баранины и говядины здесь стоит 1100 тенге, конина – 1250 тенге, свинина – 1000 тенге за килограмм. Также здесь обильно представлена продукция из балхаша – это копченая рыба из сары шагана, а также рыбные консервы. Вся продукция прошла лабораторные исследования, так что никаких опасений нет. Смело можно брать такую продукцию. По сравнению с прошлым годом мы привезли больше продукции, это спрос города Астаны, мы до этого изучали это все. Поэтому мы думаем, что за два дня и город будет доволен, и мы будем довольны. Всего на ярмарке представлено 840 тонн различной сельскохозяйственной продукции. Предприниматели также представили более 250 тонн овощей, 71 тонну мяса, 36 тонн мучных и макаронных изделий. – Брала рыбу, брала молочные, брала носочки. – А цена как? – Цена приемлемая. – Цена приемлемая, гораздо меньше, чем мы на базаре. – Картошка дешевая, хорошая, качественная. Капуста взяли, мясо взяли, говядины, свинины. Очень понравилось. Посмотрим, как будем приготовить. В рамках ярмарки также прошел традиционный фестиваль баурсаков и кумыса. В числе посетителей ярмарки был и Аким Астаны, Осет Исикешев. Сельскохозяйственная ярмарка прошла в рамках Дней Карагандинской области в Астане. 9 октября также прошла выставка достижений карагандинского региона за 25 лет независимости. А в завершение во Дворце мира и Согласия состоялся галоконцерт, в котором приняли участие около 600 карагандинских артистов. Андрей Тенулжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Также в рамках Дней Карагандинской области в Астане в библиотеке первого президента состоялась торжественная церемония вручения в дар от карагандинского региона 100 томов из книжной серии Сарархак Табханаса. Антология включает произведения 352 авторов, начиная от Казбекби до Современников. Тираж каждого тома – 800 экземпляров. АПЛОДИСМЕНТЫ Думаем, что это хороший вклад нас, карагандинцев, в развитие литературы в целом Казахстана. И в преддверии, опять же, 25-летия это будет знаковое событие. Тем самым мы хотим, чтобы в одном месте, в одном этом сборнике можно было познакомиться с нашими авторами, начиная от бухаржеров до наших современников, которые живут и творят на нашей священной земле Сарархи. Думаю, что это хороший, достойный подарок. В числе участников мероприятия государственные и общественные деятели, ученые, деятели культуры и искусства, а также авторы некоторых трудов, вошедших в антологию. Среди них и Зинаида Чумакова, автор сборника «Баурсаки моего детства». Что художнику выставиться своей хотя бы одной картиной в Эрмитаж, что то же самое, что нам, авторам, сегодня подарить свои книги именно в музей, вернее, в библиотеку нашего президента, все равно, что подарить Эльбасы лично. Поэтому это очень знаменательное событие. На торжественной церемонии было отмечено, что в регионах много талантливых литераторов, у которых, к сожалению, не всегда есть возможность издавать собственные произведения. Поэтому такой пример очень важен и показателен для всего Казахстана. В ходе мероприятия исполнительный директор библиотеки лидера нации Бейсимбай Жумабеков поблагодарил карагандинцев и лично Нурмухаммеда Абдебекова за ценный подарок и, в свою очередь, вручил главе региона подарок от библиотеки – книги о лидере нации Нурсултане Назарбаеве. Андрей Тенулжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский. Карагандинцам презентовали кинокартину «Дорога к матери». Почетными гостями вечера стали главные актеры, сыгравшие главных героев – Адиль Ахметов, Алтынай Ногербек и Ерлан Карибаев. Премьеру фильма посетила и глава области Нурмухаммед Абдебеков. Он лично поздравил актеров с успешной работой. «Красная ковровая дорожка», главные герои кинокартины, сногсшибательные наряды и буря овации. Все секреты съемки фильма и детали сценария расскажет Асель Сазанбаева. 4 октября на торжественной церемонии закрытия первого международного кинофестиваля «Евразийский мост. Казахстанская картина. Дорога к матери» режиссера Акана Сатаева получила гран-при. Приз за лучшую женскую роль достался исполнительнице главной роли исторической драмы Алтынай Ногербек. Кроме того, в конце сентября в рамках международного кинофестиваля «Евразия» в Алматы была вручена первая премия «Тулпар» Национальной академии киноматографических искусств и наук. В кинопремьере в Караганде поздравил актерский состав с победой глава региона Нурмухаммед Абдебеков. «Хотелось бы поблагодарить творческую группу за их работу, пожелать нам, всем зрителям, приятного, хорошего просмотра. Наверное, те мысли, которые там заложены, они должны проникнуть в сердце, в душу человека. И эти мысли, они, конечно, дальше, наверное, должны превращаться в хорошие, добрые дела, с которыми мы ежедневно должны идти по жизни, конечно, сохраняя любовь в сердце к матери». Алтыная Нагербек признается, что выкладывались все на 100%, и поэтому фильм получил такой успех. Алтыная, сыгравшая роль Марья, назвала новорожденную дочь в честь своей героини. Актриса уверена, что роль матери, которая на протяжении всей жизни ждет сына, раскрыла в ней настоящую актрису, став невероятным опытом. «У нас на съемочной площадке работал с нами историк-консультант, который нам помогал, подсказывал, потому что за короткое время фильма, у нас жопром всего лишь 2 часа 10 минут, и вот за это время мы постарались вложить всю историю 20 века нашего. В этом плане немножко было сложно, но я думаю, что все получилось. Мы старались не потерять динамику, а вообще линию каждого героя, и чтобы все было натурально, как вот именно воспроизвести эпоху того времени». Алтыная Нагербек шокирована от такого успеха, а вот Адиль Ахметов всегда мечтал сняться у Акана Сатаева, ведь все знают, что у режиссера редкий талант зажигать звезды. Появившись однажды в его фильмах, актеры всегда уходят в большую жизнь. Фильм «Дорога к матери» охватывает разные исторические периоды, и поэтому съемки длились почти 4 месяца. Снимали не только в Казахстане, но и в Белоруссии и Азербайджане. В Минске были отсняты элементы военного времени. В батальных сценах взятия Днепра были задействованы более 500 человек массовки, 300 единиц боевого оружия, а также профессиональные каскадеры и пиротехники. Для меня самые эффектные такие сцены, это когда мы снимали в Минске форсирование Днепра. У нас, как бы, как сказать, были свои трудности и в физическом плане, и в психологическом. Ну, для меня, как актер, это все было интересно. Я работал на ура и, так сказать, вложился на все сто. Коллективизация, джут, репрессии, война. Тяжелые события, выпавшие на долю Казахстана всего за полвека. Это фон, на котором разворачивается трагичная история обычной казахской семьи. Мать и сын, разделенные на долгие годы, продолжают бороться за право быть вместе. Их поддерживает вера в жизнь и сила любви. Фильм обязательно должны посмотреть современные люди и молодежь, считает режиссер Акан Сатаев. Ведь в нем показаны все тяготы нашего народа в то нелегкое время. Но самое главное – это история материнской любви. Искренние положительные отзывы о картине зрителей позволяют судить о любви к ней и к народу. Журналисты республиканских СМИ сменили профессии. Они попробовали себя в роли военнослужащих и участвовали в военно-полевых сборах. В этом году учения состоялись на территории Карагандинской области на Спасском полигоне. Трехдневный семинар собрал около 40 мастеров пера и микрофона. Среди них была и наша съемочная группа. Выстрелы, запах пороха, короткие перебежки и тяжелые марш-броски – журналисты вжились в образы. Спасский полигон превратился в поле брани. Зрелище, как в кино, только вот герои и профессионалы – совсем не военного дела. Давай, поднимайся, быстрей! Говори, как ты попал сюда! Не скажу ничего! Журналистов брали в плен, учили быть на чеку, посвящали в правила боевого искусства и объясняли, как вести себя в горячих точках. Правда, всему этому предшествовали теоретические занятия. Сборы под названием «Военный дискурс» проводятся шестой год подряд. Я старался, если честно, быть командиром поближе, потому что, ну, думал, это самый верный вариант, на всякий случай. Потом привыкли и, что интересно, к темноте быстро привыкли. Участникам выдали специальную экипировку с надписью «Пресса». Форма очень тяжелая, но никто не жаловался. Уроки выживания усвоили все. Наши журналисты ходили по холмам, по кустам, по камням, то есть различные виды местность. Журналисты на себя ощутили одно, что, не имея особую подготовку, выходить на какие-либо боевые действия или освещение каких-то военных конфликтов не стоит. Кроме всего прочего, журналистов научили оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от террористических атак, разжигать огонь без спичек и правильно освещать военные события. Три дня военных учений не прошли даром. Участников наградили специальными сертификатами за подписью министра обороны. Айя Мамрина, Жасулам Акулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. Сто футов под уровнем море. Карагандинцам предложили погрузиться в подводный мир. По таким названиям в шахтерской столице стартовала фотовыставка, подобной которой в Казахстане еще не было. Пять лет подряд Надежда Кулагина покоряла морские глубины и, наконец, поделилась своей впечатляющей коллекцией. Более 400 часов под водой, тысячи щелчков затвора и в итоге 62 снимка, в каждом из которых жизнь. Представленные работы – это уникальные кадры подводной съемки, захватывающие красивый мир морских обитателей, затонувшие корабли. На этот раз стены областного музея изобразительного искусства больше напоминали параллельную вселенную. Подводный мир, где множество тайн и неизвестность. Работы Надежды Кулагиной – это не просто впечатляющие снимки, это прежде всего увлекательные факты о морских обитателях, затонувшие корабли и малоизвестные подробности событий прошлых столетий. Материал для фотосъемки в подводном царстве невероятно богат, но его отображение требует большого терпения и мастерства. Здесь представлены 62 работы. Некоторые здесь работы достаточно уже популяризированы, потому что она является лауреатом журнала National Geographic. Это известный журнал, вы знаете, международный. Она имеет несколько премий международных в области именно фотоискусства. Кроме того, ее работы представлены во многих международных организациях, именно в коллекциях офисов и в коллекциях каких-то управляющих компаний, которым это тоже очень интересно. Анвар Мухамеджанов впервые на подобном мероприятии и очень впечатлен. По словам студента, эти фотографии заставляют задуматься о многом. На работы можно смотреть часами, не отрывая глаз. У Анвара даже возникло желание связать жизнь с дайвингом и вживую видеть все прелести подводного мира. У нее картины очень красочные, очень живые такие. На них смотришь и погружаешься. В них побольше бы таких картин и мероприятий в нашем городе. Выставка первая, но явно не последняя. Без подводных приключений Надежда Кулагина уже не представляет свою жизнь. Причем погружается фотограф не только в морскую пучину, но и в историю. Сначала Надежда просто путешествовала, ныряла и снимала для себя. Теперь художница перед каждой поездкой изучает поведение рыб и место будущей съемки. В планах у фотографа новые глубины. Но что касается карагандинцев, погрузиться в подводный мир они могут до 16 октября. И вот на протяжении нескольких лет Надежда Кулагина объездила почти все известные дайвинговые центры. Это Таиланд, это Египет, это Шри-Ланка, это Индонезия и много-много других. Я просто перечислять не буду. И каждый раз в свободное время, как только появляется, она вылетает и занимается вот этими съемками. Сейчас она находится в данный момент в Индонезии. И в Индонезию она начала эту работу. Для карагандинских деятелей культуры и для начинающих музыкантов состоялся мастер-класс, который провел заслуженный деятель Республики Казахстан Жанат Ерманов. Гости из Южной столицы поделились навыками педагогической работы, методическими новинками, а также участники государственного квинтета, духовых деревянных инструментов продемонстрировали свои умения. Но сегодня они как музыканты-исполнители, мы услышим концерт, они тут хотят еще поделиться своим педагогическим опытом. Не только как они концертирующие, но занимаются тоже педагогической деятельностью. Поэтому они хотят поделиться своей педагогической работой, какими-то новыми методическими новинками и показать работу, методическую работу и даже отмену опыта и повышение профессионального уровня. Шахтерская столица славится своим культурным воспитанием. Подтверждение тому масса примеров. Знаменитые дирижеры и музыканты, которые по сей день покоряют публику своим мастерством. Мероприятие решили провести в стенах музыкальной школы номер два, так как именно это учебное заведение одно из первых, которое открыло свои двери для юных талантов. В основном, конечно, мы преследуем тематику такую, что дети, они должны приобщаться к искусству. Поэтому вот сегодня на встрече я много вижу детей, для которых мы могли бы рассказать что-то интересное, что-то полезное, что-то поиграть где-то немножко. Может быть, завлечь, мотивировать их, понимаете, музыка, чтобы они, может быть, кто-то придет сегодня на концерт. Может быть, кто-то свяжет свою судьбу именно с этими музыкальными инструментами. После творческой встречи желающие могли посетить концерт, где участники государственного квинтета «Духовых деревянных инструментов» продемонстрировали свои умения. А сердце Замбаева, Лжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Игра характеров. Именно так спортивные аналитики назвали игру двух сильных команд. Карагандинская «Сараркей» и ТХК из Твери. История игр этих соперников имеет ряд крупных выигрышей у одной и другой команды. И как следствие, встреча этих клубов не стала рядовой игрой для чемпионата. В первом периоде тверским хоккеистам удается открыть счет уже на четвертой минуте. Иван Иванов пробивает с дальней дистанции оборону карагандинской команды и распечатывает ворота Георгия Гелашвили 0-1. Во второй 20-ти минутке хозяева площадки набрали темп. Такие активные действия карагандинцев привели к ненужным удалениям гостей. И как факт, хозяева смогли забросить две безответные шайбы. Сначала Дмитрий Желнировский сравнивает счет. Затем буквально через три минуты Сергей Бонашков выводит «Сарарку» вперед. 2-1. Заключительный отрезок матча стал самым результативным. ТХК раз за разом шел в наступление, однако безрезультативно. В середине третьего периода Павел Копытин забрасывает третью шайбу в ворота Тверчан. А еще через две минуты Сергей Твердохлебов увеличивает счет 4-1. И лишь под занавес матча гостям удалось забросить вторую шайбу в ворота карагандинцев. Итоговый счет 4-2. В общем, мы играли равные соперники, это, я думаю, всегда такая борьба. Это хоккей. Ничего удивительного, что никто не хотел проигрывать, поэтому были стычки, были драки, были удаления, большие штрафы. Я думаю, что даже достойная плей-офф игра, такая боевая на самом деле. Никто не любит проигрывать. Так что соперник достойный, то есть готовились серьезно к этой игре. Так что такая вот игра, как это хоккей, по-другому хоккей не играет. Это четвертая домашняя игра Сарарки и четвертая победа подряд. Следующие игры пройдут на выезде. Уже 11 октября карагандинцы сыграют в Нижнекамске с местным клубом Торос. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Уважаемые телезрители, если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok